Здравствуйте! Мы начинаем первый урок по программированию ПЛК. ПЛК – это программированные логические контроллеры. Они же промышленные контроллеры. Давайте разберемся, что же это такое. Бывают задачи, когда необходимо разработать какое-то устройство, которое будет выпускаться серийно, у которого стоимость не особо важна, которое будет выпускаться на протяжении десятка лет, и у которого очень важна степень защиты от перенапряжения, от переплюсовки, от любых помех и так далее. Для решения таких задач отладочные платы типа Discovery, Arduino, они не подходят. Поэтому была разработана такая вещь, как программируемый логический контроллер. На данный момент наиболее популярными имеются два типа таких контроллеров. Это NL-CON, представленный на экране, и ПЛК-OVEN. Они не имеют широкого употребления, то есть для обычных задач они совершенно не нужны. Они используются в промышленности при создании каких-либо промышленных устройств. То есть они применяются в блоках управления какими-нибудь агрегатами, управляющими, например, на заводах или еще где бы то ни было. А все почему? Потому что они обладают перечисленными высшими свойствами. Во-первых, производитель обещает их выпускать на протяжении 10 лет. Второе, то что они окружены всевозможной защитой со всех сторон, как уже было перечислено. Это и от перенапряжения, и от переполюсовки, и от различных шумов под спямое питание и под спям данных. Кроме того, они представляют из себя достаточно простое для разработки устройство. Но у него есть и ряд существенных недостатков. Давайте откроем сайт, посвященный нашему ПЛК. Вот он, этот ПЛК. nl.con.ced Как мы можем увидеть, стоит такой ПЛК 42 тысячи рублей. Очевидно, что при такой стоимости, какими бы он ни обладал характеристиками, но для простых задач, с которыми встречается программист ежедневно, такой ПЛК в любом случае не подходит. гораздо проще использовать отладочные платы по 1500 рублей штука. Но если это какая-нибудь промышленная деталь, у которой в себе стоимость несколько миллионов, то блок управления в 42 тысячи рублей, надежный, качественный, на который легко программировать, он будет как нельзя кстати. Поэтому, еще раз повторю, данное устройство используется не для повседневных нужд, а для промышленных задач. Здесь же мы можем наблюдать его технические характеристики. Давайте обратим внимание. У него стоит процессор двухъядерный на частоте 1 ГГц, 256 МБ оперативной памяти, 512 МБ внутренней памяти, и можно поставить еди-карочку до 32 ГБ. То есть характеристики у него так себе. Как компьютер он также не подойдет. Но это и не надо. Кроме того, у него стоит Windows CE, и программировать можно сразу напрямую под Windows. Есть специальная среда разработки, которая здесь рекомендуется, это код Sys. Также можно разрабатывать самостоятельно на под C-Sharp и C++. Но рекомендуется среда разработки код Sys. Напряжение питания, как мы можем видеть, от 10 до 30 В. В нашем случае мы будем использовать напряжение питания в 24 В. Вы можете видеть блок питания, который мы используем. Давайте, пожалуй, включим это чудо техники. Перед тем, как это включить, мы обратим внимание на разъемы, которые есть на данном устройстве. Есть выводы Data+, Data-, GNT, еще Data, V+, и V-, V+, и V-, это питание и земля соответственно. Кроме того, у данного контроллера есть выводы на линию RS-485. То есть Data+, и Data-, это A и V-, RS-485. И Data-2 также это выход RS-485. То есть их всего две штуки. В дальнейшем они принимаются внутри уже, конвертируются в UART и распознаются как сигналы, пришедшие с UART. К данным выводам можно подключить различные устройства, которые также представлены здесь на сайте. Вот. Это различные конвертеры сигналов. Есть различные реле, есть преобразователи аналоговых сигналов уже в RS-485. Вот, например. Есть просто порты ввода-вывода общего назначения. Они также могут здесь присутствовать. И вот эти устройства, все эти порты общего назначения, аналоговые выводы и аналоговые входы преобразуют по некому протоколу в протокол, который используется в данном ПЛК. Здесь даже упоминается. Вот. Протокол по умолчанию D-Con или Modbus. По этому протоколу данные, которые были считаны с других интерфейсов, которые подключены к этим модулям, отправляются на ПЛК. И уже в ПЛК программист получает эти данные в виде неких переменных. Например, если взять модуль, к примеру, релейного вывода, модуль NLR8, то у него есть 8 реле, которые могут иметь два состояния. Либо они подключены к одному выводу, либо подключены к другому выводу. Если подключить через RS-485 к данному блоку, который вы видите на экране, то программист все эти реле увидит просто как некую переменную типа у int8. И записывая в соответствующие битики, нольки или единички, он сможет переключать реле. И все. Все остальное от программиста скрыто. Каким образом эти реле переключаются внутри данного устройства, каким образом данные поступают на ПЛК с этого устройства. Все это скрыто. Для программиста доступна вот эта самая переменная. Все остальное его уже не волнует. Что достаточно удобно и позволяет сильно сэкономить время на разработке и на подключении всех этих устройств. Помимо этих выводов, есть еще также, вот она, SD-карта, есть вывод Ethernet, и есть USB, который используется для подключения внешней клавиатуры, либо мышки, в зависимости от того, что необходимо. Через Ethernet данный ПЛК прошивается. В дальнейшем мы рассмотрим, каким образом подключить ПЛК к компьютеру через Ethernet. SD-карочка, как уже было сказано, по умолчанию объемом в 2 гигабайт. Давайте попробуем включить и посмотреть, что же у нас там есть. Вот он загрузился, WinCE. Сейчас загрузится основная программа, которая используется для загрузки других программ. Здесь уже есть некая программка. Давайте ее остановим, пока она не запустилась. Вот. Развернем на полный экран. Мы можем видеть IP-адрес нашего устройства. Порт у него по умолчанию 1200. То есть он должен быть открыт для того, чтобы можно было программировать данные ПЛК. IP-адрес, когда он ни к чему не подключен, вы видите на экране, 127.0.0.1. Если же подключить к компьютеру, то IP-адрес меняется на 192.168. И две оставшиеся цифры могут быть любыми в зависимости от самого ПЛК. Конкретно у этого ПЛК IP-адрес получается 192.168.0.210. Для того, чтобы подключить к компьютеру, нужно, чтобы компьютер находился в той же сети. То есть 192.168. Остальные два числа не важны. Главное, чтобы они отличались от адреса самого ПЛК. Как вы понимаете, маска под сети у него 255.255.0.0. Программа, которую вы видите на экране, это основная программа, которая позволяет запускать ту программу, которую уже пользователь зашьет на данные ПЛК. Поэтому закрывать данную программу не рекомендуется. Мне не удалось найти способа запустить ее заново, кроме как перезагрузка ПЛК. В следующий раз мы рассмотрим, каким образом ПЛК подключается к компьютеру. Ну, а на сегодня все. Спасибо за внимание.